доброе утро всем как и обещал сегодня первый день марафона из 100 дней где я начинаю публиковать по одной главе видео запись делать из моей книги 100 идей на миллиард немножко о предыстории начнем с меня кто меня не знает зовут меня антон мартиянов и соответственно вот информация я специально снял видеоролик на три минуты где описываю зачем почему что и как пожалуйста посмотрите на моем канале да и там вот более подробно об этом рассказано это вам просто экспресс предыстория на вчерашнем четвертом вебинаре из цикла к чему приводит генерация идей я бросил вызов сказал что запускаю 100 дневный марафон начиная с сегодняшнего дня 4 мая 2020 года и заканчивая 11 августа 2020 года буду каждое утро ежедневно и регулярно выкладывать по одной главе книги она же является идеей она youtube канал цель шире распространять информацию о товаре как идея среди потенциальных потребителей миссия продемонстрировать силу идеи что она сама по себе ценный и необходимый товар для современного общества зачем я это делаю чтобы все люди запустили процесс генерации идей по улучшению жизни человека во благо себя и родины где собственно говоря мы родились и живем соответственно будет трансляция на youtube запись смотрите изучайте поехали я генератор идей об этом я уже рассказывал на вчерашнем лекции семинаре и кому интересно что где как два с половиной часа к вашим услугам очень и подробно все рассказано описано рассмотрена со всех сторон комментарии к книге и к процессу генерации идей в этой книге я показываю механизм генерации идей идеи не по значимости то есть 100 идей они не по значимости идут до что там не по глубине не по важности не по крутизне они все в хаотическом порядке так они приходят к людям в принципе по определению да то есть они так ко мне приходили в 2019 году в мою жизнь я их так записывал анализировал пытался понять насколько они жизнеспособны и сторонников этих мыслей и потом собственно графики рову и так поехали идея номер один встречная цена причем даже в дальнейшем в ходе книги да на эту идею я буду ссылаться неоднократно так как анонс вперед как бы закидывая да в частности завтра вот идея номер два и ссылка на эту историю в том числе будет отсылка сделано поехали чуть-чуть вкратце напомню что есть идея ну чтоб ожидания реальность да идея это вид форма прообраз широком смысле мысленный прообраз какого-то действия предмета явления принципа выделяющие его основные главные существенные черты это не бизнес план не концепция там ничего это просто вот вид формы и прообраз это одна глава это одна страничка это один абзац с комментарием там на три минуты буквально с чем я столкнулся пропаном предыстории идеи да то есть я так или иначе покупаю какие-то вещи для хобби там еще что для друзей дорогостоящие фотоаппарат на заходишь на портал там стоит 184 тысячи девятьсот девяносто рублей в принципе довольно таки дороговатая игрушка дай сам ее там ребенку дать фотографировать и так далее не важно что у многих людей есть так или иначе уровень хотелки то что срочно пожар до жизни на необходимо то есть на купить вчера еще некая текущая потребность продукты там бытовая химия еще что-то некоторые вещи которые там сломались ремонта обновить и так далее да а есть вещи из разряда хочу но не срочно и неважно ну то есть собственно говоря надо я придумал идею не нашел реализации может быть где то и есть не берусь сказать что это супер новаторская идея по крайней мере мне она понравилась да и она понравилась двух сторон с одной стороны со стороны потребителя например меня то есть как потребителя я вижу цену но например вижу рядышком окно окно для встречной цены от покупателя то есть я вижу 180 990 и пишу что там например за 140 тысяч я готов был купить рассмотреть покупку не оффер да что как бы деньги морозить да а что если цена будет 140 я готов рассмотреть наберите меня свяжитесь со мной что товар именно этот мне интересен и интересен по этим деньгам . механизм с другой стороны рассматриваем какую задачу потому что все что я делаю последние там лет 10 все равно так или иначе вокруг моей плоскости менеджмент и бизнес-процессы связаны с предприятием с компаниями соответственно задача которую я в данном случае пытался решить и со стороны предприятия да это при формировании заказа то есть у поставщиков ну то есть мы там какой-то marketplace там интернет магазин еще что да и мы постоянно что-то заказываем у наших поставщиков допустим там где-то там крупной партии чтобы получить хорошую скидку мы толком до сих пор еще не знаем но сомневаюсь что кто-то знает да может быть витает в облаках или в иллюзии что он знает но скорее всего не знает по какой цене и что необходимо покупателю допустим в рамках трех месяцев или в этом году кому я рассказываю что мне необходимо кому рассказывает моя супруга кому рассказывает там мое окружение да никому максимум вот в семье поговорили все зачем обсуждать в семье ты залез на тот портал где эта опция доступна и заявил просто о своем желании сразу личный кабинет есть тебя более-менее портал знает это и раз заходишь и там так а неплохо было в этом году обновить ноутбук вот это вот новинка как только эта новинка подешевеет вот до этой цены я ее куплю ну условно говоря там да о смартфончик он там же флагманки дороговато да если там выйдет новая модель на подешеве да и зафиксирую что я готов купить там вот по такой-то цене там да то есть ты формируешь себе некая корзину покупок на год вперед по тем ценам которые внутри себя считаешь приемлемыми это не значит по их по ним купишь или может быть 5 денег нет ну то есть холостой пробег здесь тоже возможен человек там пишет нереальные вещи например да там готов за один рубль купить но условно говоря хотя даже в этом плане всегда можно продать за один рубль это отдельная идея она у меня будет чуть позже как бы да соответственно суть в чем идеи да выдающие конкурентное преимущество как порталу в принципе от других порталов да что мы там не просто собственно говоря там портал да а мы еще за то есть ведем ваш скажем так бюджет то есть мы фиксируем что вам нужно а мы фиксируем по какой цене вам нужно и ведем переговоры с поставщиками чтобы удовлетворить вашу потребность как только это происходит ну или приближается к этой сумме вы получаете информацию удобным способом мессенджеры там на почту по телефону сами определяете каким способом хоп я такой это самого премия или там дополнительный доход я такой сижу довольный впереди еще выходные когда я планирую это тратить и мне раз так прилетает такое уведомление вот этот вот ноутбук который вы хотели купить за пол цены допустим там он стоит 100 тысяч а я написал 50 но у меня такой аппетит да такой просто доступен но если вы купите сегодня оформите заказ сегодня там вот по этой цене блин хотел там тридцатничек там потратить на выходных нормально пошопиться а тут раз ноутбук мечты который в этом году так или иначе хотел купить за мои деньги готовы мне продать ну скорее всего на 90 с лишним процентов я это куплю потому что экономия существенно приятно и там как вы думаете скольким людям я об этом расскажу что портал спустя там допустим три месяца до меня вспомнил да и привез закупки большого количества объема скажем так побеспокоился да и сказал что по моей цене это можно сделать там можно там встречные условия еще чего-то да но это нормальная вещь при этом я буду готов ждать ну что вы понимаете да то есть я готов сказать что да подтвердить что я готов купить не факт что я готов деньги проплатить вперед но тут сомнения да то есть учетом вот текущей ситуации но как минимум подтвердить что я готов и соответственно по факту поставки как бы приобрести поэтому это очень интересная вещь связанная с взаимодействием но и закупщикам легче то есть закупщикам планирование квартальное годовое но осуществляется по матрице понятной и маркетологам удобно да то есть маркетологи видят на какие товары люди реагируют каким образом по каким ценам пожалуйста и закупщики и маркетологи там и логисты ломайте голову и думайте как в эту цену вписаться упростить конструкцию еще что-то да предложить альтернативу там же много ну как можно с этим работать ну то есть это просто вот окно хотела потому что многие опасаются да это я не думаю что идея нова да многие опасаются что это пойдет какая-то конкурентная война демпинг и так далее нет ну это всего лишь менеджмент и бизнес-процесс не больше не меньше просто рабочий инструмент потому что если люди это хотят спрос рождает предложение если люди хотят диалога с сетями хотят встречных предложений хотят какие-то интересные товары но пока не могут так или иначе купить новому почему не предложить уверен что с новым форматом так или иначе можно попробовать стартануть на группе товара там на другой группе товар то есть не на всех же это можно просто сделать опционно например вот линейка там фотоаппаратов да там на дешевые фотоаппараты смысл она какие-то уже подороже там да там на ноутбуке дешевые но смыслом так дешевый там подорожки это же выборочно можно сделать но заявить как то что это доступно потому что эти люди как раз смотрят то что например дома может быть было бы неплохо но сейчас потребности прямой нет смотрят на перспективу на квартал на полугодие на год и в зависимости от динамичности поступления средств расходуют просто люди потом забывают деньги находили когда помнят думаете я запомню где я оставлю цены нет вопрос же как раз в вашей работе то есть как вы мне это донесете информацию под каким соусом когда насколько интересно и прочее поэтому будет приятно в нужное время в нужное место равно приобретение вот так что вот такие вот дела то есть соблазн есть попробовать назначить свою цену то есть работа с соблазнами это вообще интересная вещь ну и айти инфраструктура благо там еще в прошлом веке это все придумали айти системы да сделать чтобы она анализировала заявки квалифицировала систематизировала собирала в куче и так далее да там это не сложно это просто вопрос технического задания да и там любой разработчик программистом да это там сделает вопрос ему поставить эту задачу да понимаете вот собственно говоря для разминки первую идею которую я выбрал анонс на завтра завтра вот из другой области совсем идея 5 05 2020 интересная дата идея номер два она будет предначаться для работников и чар и в принципе сотрудников которые устраиваются на работу для двух сторон кто их нанимает и кто устраивается я буду рассказывать о новом способе для поиска сотрудников найма адаптации роста развития персонала это интересно на вооружение и самим и чаром то есть они всегда ищут а как можно по-другому да и интересно работникам потому что ведь любой сотрудник который устраиваться возможно он будущий чар или возможно будущий руководитель подразделения возможно будущий руководитель компании или собственник ведь я задать тренд что мы не делаем не как все а делаем эффективнее лучше или по-другому в принципе привлечет определенное внимание а это то что надо сейчас компаниям в наш бытности и период поэтому при завтра заходите на мой портал и смотрите собственно говоря запишу также и выложу с утра ну по скриптум это традиционно уже да многие я много смотрю и блогеров и прочее да там периодически понравился вебинар подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайк комментарий отзыв если что можете поделиться ссылкой с друзьями сто идей до августа пожалуйста как на вкус и цвет разные от простых до сложных от реально выполним их завтра до нереально выполним их там через десять лет пожалуйста просто вот набор такой эпитетов узнавайте себя знакомьтесь со мной если вы такой же там чуть моложе например чуть опытней вы поймете что в каких-то вещах я убежал вперед в каких-то вещах вы собственно говоря достигли каких-то вещей нетворкинг обмен опытом пожалуйста открыть диалогу ищите в соцсетях добавляйтесь пообщаемся увидимся завтра но и девиз мой youtube канал будет популярным всего доброго с вами был антон мартянов